Девушки отдыхают Основные темы Божие владычество, Божий суверенитет То есть это его характер, тот факт, что он держит все в своих руках Это провидение Божие И то, как это Божие провидение Касается наших человеческих дел Мы знаем, что Бог все держит в своих руках Мы знаем, что Бог суверенит Мы знаем, что Бог владыка Но вот это владычество проявляется в том, что он устраивает И наши мысли, и наши дела Для того, чтобы осуществить свои замыслы Я понимаю, что этот текст Не говорит напрямую О Божьем суверенитете О Божьем владычестве О Божьей высшей власти Однако этот текст побуждает нас Особенно в первой главе И затем на протяжении всей книги Побуждает нас подумать о том, что возникают ситуации Разобраться в которых, раскрутить которые может только Бог Вот первая глава Был один человек из Ефлеема Звали его Елемелех И он сделал очень неразумную вещь Он отправился в Моав И взял с собой жену и двух сновей Есть ли прямая заповедь в Священном Писании В которой говорилось бы, что нельзя жить среди моавитян Нет такой заповеди? Нет Но сказано, что моавитяне Поскольку они противостояли когда-то Израилю в пустыне Являются народом за пределами Божьего благословения И они не могут присоединиться к собранию израильскому до десятого поколения Значит, с точки зрения Торы, с точки зрения мудрости Нет прямой заповеди, который нарушил бы Елемелех Но мудрой ли была его идея? Мудрым ли было его решение? Идти в Моав? Стать под влиянием мавитян, которые находились вне Божьего благословения? Вот понимаете, как здорово эту книгу читать именно после книги притчи? В притче говорится о мудрости Значит, нужно принимать мудрые решения Как мудро применить Тору в этом вопросе? А в Емелях, конечно, не нарушает напрямую заповедь Торы Однако он принимает неразумные решения Ну и, естественно, кто бы сомневался В четвертом стихе Его сыновья Взяли себе жен из мавитянок И опять-таки Нет в этом нарушения Торы Это же не Хананеи Но опять-таки они Берут себе Из проклятого народа Они входят в проклятые семьи Неразумные решения Но они идут за отцом Отец принимает неразумные решения Они принимают неразумные решения И результат Все трое умирают Кстати, текст не говорит о том, что это был результат какого-то непослушания, неповиновения Но это просто, ну так вот жизнь устроена Да, они умирают И Нейминь Остается вдовой Которая ничего не может сделать, чтобы исправить свое положение Она слишком стара Она знает Тору Один одиннадцать Нейминь же сказала Возвратитесь, дочери мои Зачем вам идти со мною? Разве еще и есть у меня сыновья в моем чреве Которые были бы вам мужьями? Для меня невозможно Зачать и родить ребенка Даже если бы я могла это сделать Тринадцатый стих То можно ли вам ждать Пока они выросли бы? Можно ли вам медлить И не выходить замуж? То есть она на самом деле Все это продумывает Она продумывает ситуацию Ливерата И она говорит Нет, это невозможно То есть если вы Собираетесь Выйти Замуж За братьев Ваших мужей То вам придется очень долго ждать Даже если бы я могла родить детей На самом деле здесь это сформулировано так Что она четко понимает Что ее перспективы иметь детей Совершенно нереальные То есть для этого ей нужно вернуться в Израиль Для этого ей там нужно найти мужа Восставить семя А ей уже 45-50 лет в это время И она отлично понимает Что это невозможно На такой стадии жизни На таком этапе жизни Но даже говорит Если бы я вдруг могла родить двоих сыновей А этим девушкам Этим женщинам Двадцать с небольшим То есть им что Нужно будет ждать До сорока с лишним Чтобы эти сыновья выросли И чтобы можно было Выйти за них замуж Так смысл-то какой Но иметь совершенно реалистичность С человеческой точки зрения Смотрит на всю эту ситуацию И понимает Что это невозможно И есть только один способ Согласно Торе Решить этот проблем Ваша ситуация Моя ситуация Неразрешима Фактически она так говорит Этим девушкам То есть Но человеку невозможно Значит у Яхве Появляется возможность Сказать Ну хорошо ребята Вы-то не можете Но согласно Торе Есть решение Этой ситуации Я уже сказал Что есть всего две вещи Которые делает Яхве И о чем говорится Напрямую в этой книге Один шесть Он посещает свой народ И дает им пищу То есть он подаятель Подаватель еды И четвертая глава Тринадцатый стих Он дает зачатие Он подаватель жизни Интересно кстати Что именно так Бог проявляет Свой авторитет Свою власть И делает он это так На протяжении всего Ветхого Завета Он дает жизнь И он дает пищу Именно так Он поступает здесь В этом повествовании На самом деле Конечно он делает Гораздо больше Он отвечает На молитву Дело в том Что эта книга Переполнена Молитвами Люди обращаются К Богу Яхве И просят Умоляют Его что-то сделать И к концу книги Он ответил На все молитвы Восьмой стих Наимин говорит Пойдите Возвратитесь Каждое В дом матери Своей Да сотворит Господь С вами Милость Как вы поступали С умершими И со мною Сотворит Милость Хасет Или верность Как вы показали Мне Верность И милость Интересно Кстати Здесь она говорит Потому что Выясняется Что эти язычницы Были верны Ей Это Были Настоящие Соучастники Завета С ней Да даст вам Господь Чтобы вы Нашли Пристанище Или отдых Каждая В доме Мужа Своего То есть Да даст Бог Каждый Из вас Мужа Мы Кстати Не знаем Как Бог Ответил На эту Молитву Для Орфы Но Мы знаем Как он Ответил На эту Молитву Для Руфи Я думаю Что Наиминь В принципе Говорит То Что Должна Была Говорить По Вере Она Не Понимала Еще Что Сотворит Бог Скорее Всего Она Ожидала Что У Обеих Будет Как У Орф То есть Вернется Домой Бог Даст Ей Из Мава Мужа Соответственно Будут Дети И так Далее Я не знаю Но С Руфью Все будет Совершенно Иначе Бог Ответит На Молитву Но Ну Скажем так Так Как она Даже Не могла Себе Представить И И Последняя Молитва В этой Книге Четвертая Глава Четырнадцатый Стих И И Говорили И И Это Имя Будет Израиль Известно Да Оно Известно Потому Что Он Стал Вродословный Давида Ну А Давид Также Вродословный Мессии Известное Имя Ответ На Молитву Да Конечно Я Думаю Что Эти Женщины Когда Так Молились Даже Не Понимали Что По Этой Молитве Будет Как Мы Уже Сказали Ответ На Этой Молитве В Давиде Мы В этом Читаем В 17 Стихе 22 Стихе И Пожалуй Одно Из Самых Известных Имен И Это Слово В Слове Божьем Это Вечности Так Что Вот Вам Ответ На Эту Молитву Кстати Обратите Пожалуйста Внимание На То Что Здесь Гораздо Больше Косвенных Действий Яхве Чем Прямых Прямых Только Два Он Дал Пищу Еду Он Дал Зачатие Но Есть Также Огромное Число Молитв Сколько Там Семь Семь Молитв И На Каждую Молитву Бог Отвечает Кто Отвечает Конечно Яхве Потому что Они Обращены К нему Господь Да Сделает Господь Да Будет Я Тут Не Хочу Вас Постоянно Бить Этим По Голове Смотрите Яхва Вот Действует 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 Но Это Есть В Книге Это Есть И Все Это Показывает Его Суверенитет Провидение Божие В Человеческих Делах В Делах Людей Как Этот Суверенитет Это Владычество Проявляется Оно Проявляется В том Что Происходит В Жизни Человека Даже Если Есть Какие-то Решения Которые Кажутся Нам Случайными Ну Вот Вторая Глава Третий Стих Она Пошла И Пришла И Подбирала В поле Колосья Позади Жнецов И Случилось Вот Случилось Так Получилось Так Совпало Что Та Часть Поля Принадлежала Воозу Вот Фактически Получается Как будто Руф Говорит Руф 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 Говорит Бог Помоги Мне Найти Родственника Искупителя Нет Ничего Подобного Она Просто Знала Что Говорит Закон Что Во Время Жатвы Бедные Могут Прийти И Следовать Заслугами И подбирать Колоски пообедать, а там огромное меню. Так, тут одно, другое, третье. Что мне выбрать? Первое, второе, третье. Я все-таки что-то выбрал. В какой-то степени это тоже было Божье провидение. Это тоже была Божья воля. И было вкусно. Так что, да, я подтверждаю, это была Божья воля. Но тут, понимаете, нужно было принять решение. Она с человеческой точки зрения принимает решение. И вот она приходит в ту часть поля, которая принадлежит Ваозу. И в 20 стихе Наиминь понимает, насколько все это складывается. Где ты была, спрашивает, в 19 стихе. И она говорит, я работала у человека, который называет Ваоз. Ваоз? Так он же наш родственник. Он один из наших искупителей. Вот тут интересная история, потому что именно в этот момент все переворачивается для Наиминь. Наиминь до этого момента была скорбящая такая безнадежная женщина. И тут она слышит Ваоз. Ты была на поле Ваоза? Слушай, ну вообще. Ваоз. И опять-таки, мы видим, что Наиминь никак не указывала Руфи, куда идти. На чье поле идти. То есть она тут сама удивляется. Надо же, Руфи, ты на правильное поле пошла. Вот это Божье провидение. Сам Бог ей руководил, но это было ее решение. Как Бог ей руководил, мы об этом не знаем. Кстати, мы зачастую не знаем деталей таких. Текст нам об этом не говорит. Просто человеческое действие каким-то образом осуществляет Божий замысел. Теперь, обращаясь к тексту, главный герой — это, конечно, Наиминь. Именно она — первое действующее лицо, с которым мы знакомимся, 1-2. Она — последнее действующее лицо, которое упоминается в конце 4 главы. То есть это ее проблема. Это про ее семью. Кстати, заметьте, пожалуйста, что в 4 главе он становится ее сыном. Она его вынянчивает. Итак, Наиминь. Кстати, у Наиминь бывает плохая репутация, потому что мы читаем о ее поступке в первой главе книги Руфи. Просто она говорит о том, как Бог с ней сурово и несправедливо обошелся. Она говорит, не называйте меня Наиминь, не называйте меня сладкою, называйте меня Марою, то есть горькою. Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. То есть она была послушной женой, она послушалась мужа, но она заплатила горькую цену за это послушание нерадивому мужу. Господь за свидетельство против меня, читаем мы. И знаете, почему у нее плохая репутация? Потому что мы читаем этот текст вне его логической последовательности. Если читать его в контексте Ветхого Завета, еврейского Ветхого Завета, то ведь он после псалмов. Мы с вами читали псалмы, и мы знаем, что зачастую псалмопевец молится о Божьем вторжении, о Божьем участии, когда в его жизнь приходят тяжелые обстоятельства. Душа унывает, душа печалится. Так вот, Наиминь говорит правду. Господь и правда послал ей несчастье. Господь и правда обратил все, что у нее было, в пустоту. У нее действительно были горькие обстоятельства. У нее была горесть. Поэтому она и была в отчаянии. Но мы знаем из той же книги псалмов, что праведный может страдать и порою не понимать, что делает Яхве. И вот тот факт, что она постоянно призывает имя Яхве, показывает, что она женщина веры. Когда она начинает понимать, как действует Бог для того, чтобы решить ее ситуацию, вот тогда ее вера обращается в действие. Конец второй главы, начало третьей главы. Она так, Руфи, иди и собирай. В конце концов, Бог меняет ее обстоятельства. Она снова становится сладкой к концу этой книги. Она, которая была опустошена, снова наполнена. И, наконец, Руфь. Та самая женщина, которая не принимает слова «нет». И она не принимает слова «нет» по одной причине. Она проассоциировала себя, связала себя со своей свекровью. Кстати, Руфь пришла к вере в Яхве через слова и пример на имень. Вспомните известные слова Руфи. 1, 16 и 17. «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Обратите, пожалуйста, внимание на конец этих слов. «Ты знаешь, — говорит Руфь, — я с тобой. Я теперь с тобой пройду всю жизнь. И если ты возвращаешься к Ефлеем, я пойду с тобой. Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Потому что я посвятила себя полностью, целиком, безраздельно тебе. «И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». То есть она отлично понимает, что такое призывать Яхве. Она женщина веры. Она уже обращена. Яхве стал ее Богом. То есть она фактически говорит, «Наимине, я теперь с тобой. Нравится тебе это или нет?» Кстати, в конце первой и начале второй главы Наимине это явно не нравилось. Но именно Руфь становится тем средством, через которое Бог исправляет ситуацию Наимине. То есть верность Руфи Наимине означает, что Бог призывает ее стать способом, которым Бог благословит Наимине. И еще Руфь становится посредником между Наименью и Воозом. Вот смотрите, Вооз и Наиминь на протяжении всей книги так и не встречаются, так и не говорят напрямую. Всегда они общаются через Руфь. То есть Руфь оказывается посредником. И более того, именно через Руфь Вооз даст Наимине сына, который и будет решением ее юридической проблемы. Но даже здесь нет никакого взаимодействия ни словесного, ни какого-то другого между Наименью и Воозом и обратно. То есть Руфь говорит меньше, чем Наимине, чем Вооз. Тут интересно. Обычно женщина говорит больше, а тут в этой паре Вооз говорит больше, чем Руфь. Больше всего в этой книге говорит Вооз, потом Наимень, дальше Руфь. Руфь спокойная, тихая. И вот что интересно. Более половины стихов в этом тексте диалог. Люди общаются друг с другом. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Итак, Наимень благочестива, Руфь благочестива, а как же Вооз? И тут опять первые слова, которые говорит Вооз, призывают имя Божие. Он приходит и говорит жнецам, Господь с вами. То есть первые слова Вооза призывают Яхве. Так же и Наимень, первая глава, и Руфь, тоже в первой главе говорит, то и то сделает мне Господь. То есть она призывает имя Божие. Так же и Вооз. Он постоянно призывает имя Яхве. И понятно, что это люди, которые на протяжении всей книги показывают не только свое доверие Яхве, но и то, как они прилепляются к Яхве. И таким образом книга приходит к своему завершению. Что же появляется перед нами во второй главе двадцатом стихе? Этот человек Гоэл, родственник-искупитель. И он может выкупить, искупить, вернуть собственность, которую потерял Елемелех. И он может искупить, потому что он по родственным связям близок к нам. что понять это? Нам с вами нужно вернуться в книгу Левит. Сейчас я ищу. А, все, Левит 25, 25 на самом деле. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. И расчет стоимости был, исходя из того, сколько будет урожаев до юбилейного года, и когда в юбилейный год все равно все должно перейти обратно в семью. И вот именно это происходит в книге Руфь. Земля на имени скорее всего продана, потому что она бедна. И теперь ее нужно вернуть, выкупить. И вот именно таким образом Бог даст возможность на имени и Руфью выкупить эту землю. Мы с вами уже говорили о верности. Мы говорили о том, что Бог проявил свою верность. живым и мертвым. Интересно, кстати, в первой главе восьмая, восьмой стих, «Моавитянки проявили верность живым и мертвым». И третья глава, тринадцатый стих, мы видим, что будет верность в искуплении или выкупе земли и совершит, проявит эту верность воос. Итак, мы видим верность этих людей, преданность. И, кстати говоря, также третий глава, десятый стих. Воос сказал, «Благословенно ты от Господа Бога, дочь моя, это последнее твое доброе дело, сделала ты еще лучше прежнего». То есть есть верность Наимини, верность Вооза по отношению к Наимини, все это происходит из их верности Богу, все это происходит из-за того, что Наимини верна Богу, и эта верность проявлена ею еще в Муаве. И вот на протяжении всей этой книги каждый из этих людей в общем-то пытается так или иначе опередить другого. Наимини хочет, чтобы Руф скорее вышла замуж. И понятно, что она об этом говорит, третья глава, Руф собирается предложить брак Воозу, но только при условии, что Вооз выкупит землю. И Вооз с самого начала стремится к тому, чтобы его слугам было хорошо, чтобы Руфе было хорошо, чтобы Наимини было хорошо. И в конце концов, кульминация это четвертая глава, когда он проявляет свою верность, исполнив этот замысел. По большому счету исполняется через все это замысел Божий. Следовательно, какова цель книги Руф? Бог суверенно, но зачастую тайно действует. Большинство его действий не видны напрямую. Со временем мы можем оглянуться назад и сказать, да, Господь отвечал на молитвы, Господь действовал, Господь совершил свой план, свою цель. И таким образом и рождается царь через действия его народа. Или, как говорит об этом Дон Блок, центральная тема этой книги проведение Божия, рука Божия в выстраивании и поддержании царского наследия, царской линии в темные времена сосудей. И тут, пожалуй, Блок гораздо красноречивее меня. Рука Божия, рука Божия проведения в сохранении царской линии, царского потомства Израиля. Смотрите, что интересно. В поколении Наимени и Ваоза понимали ли они, что они причастны к царю? Дело в том, что царское родословное существовало здесь в истории еще до того, как появился царь. То есть Бог, действуя и исполняя свою волю, заглядывает на несколько поколений вперед, на несколько поколений в будущее. Поразительно. Так что я не знаю, кто знает, зачем вы здесь, какое воздействие это будет иметь, если Господь не придет во многих будущих поколениях. то мы знаем одно. Мы знаем, что Бог действует, что Он осуществляет свой замысел. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.